В здании администрации прошло очередное заседание Совета депутатов городского поселения Видное. Первым пунктом на повестке дня стоял вопрос о доработке проекта бюджета поселения на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. Докладчиком выступил председатель профильной комиссии Павел Цуканов, после чего слово взяла начальник финансового управления Татьяна Макушкина. Она обратила внимание на то, что комиссия рассматривала проект бюджета с ее участием лишь однажды. С 21 ноября в наш адрес, как органа, осуществляющего непосредственное формирование бюджета, осуществляющую проверку расчетов, ни один вопрос не поступил, ни одного предложения о встрече не было заданными ни депутатами Совета, ни тем более бюджетной комиссией. Татьяна Валерьевна также отметила, что такой подход ставит под угрозу принятие бюджета до начала финансового года. Однако председатель Совета Павел Грудинин не захотел выслушивать доводы начальника финуправления. Мы сейчас занимаемся Советом депутатов, и это не наше ведение сейчас, лекции слушать. Проблема в том, что если депутаты не примут бюджет до 31 декабря, то бюджет 2018 года будет исполняться каждый месяц по одной 12 бюджета 2017 года. Это исключает возможность осуществлять какие-либо закупки, реализовывать какие-либо проекты, связанные с ремонтом автомобильных дорог, с устройством комплексного благоустройства. Другой важный вопрос заседания о внесении изменений в решение Совета депутатов об установлении земельного налога. Павел Грудинин предлагает лишить и так не принятый до сих пор бюджет поселения существенной доли средств за счет освобождения всех без исключения пенсионеров, проживающих в городе Видное и имеющих участки на территории муниципалитета от уплаты земельного налога. Согласно этому, те пенсионеры, которые владеют участками земли в других районах, останутся обделенными. Эта позиция возмутила даже сторонников председателя Совета. Лично к вам, почему вы половину жителей пенсионеров города Видного оставляете без льгот? Естественно. Подожди секунду. Вы мне объясните. Вы в режиме этого вопроса задаете? Позиция же главы Моисея Шимаилова имеет более рациональный подход для экономического состояния городского поселения и предполагает адресную помощь по земельному вопросу действительно нуждающимся пенсионерам. Провести работу по выявлению в каждой деревне одиноких, в несостоянии платить, у которых нет ни наследников, никого. В общем, разобраться в этой истории детально. И ввести такую адресную помощь не как освобождение от налогов, а помочь им в денежном выражении. После жарких дискуссий депутаты сошлись на том, что им необходимо время, чтобы детально рассмотреть данный вопрос на профильной комиссии и подготовить предложение по льготам.